Новость, которая накануне повергла в шок всю общественность, пришла из города Ож. Милиция распространила информацию о том, что молодой человек проник на территорию детского садика и пытался изнасиловать ребенка. Однако сегодня выяснилось, что мужчина работал в этом дошкольном учреждении и никем иным, как охранником. И изнасиловать он пытался не 4-летнюю девочку, а 6-летнего мальчика. Попытку надругаться над ребенком пресекли, а мужчину водворили в ВВС. Администрация детского сада, в свою очередь, всячески отрицает, что подобное имело место быть. Тема, это не могло бы произойти, потому что у нас идет видеонаблюдение в 8 ракурсах, мы всю территорию осматриваем. Внутри помещения постоянно находятся сотрудники. Если бы они увидели подозрительные лица, мы об этом бы обязательно узнали. Просмотреть предварительно запись, мы ничего подозрительного не обнаружили. Воспитатели также сомневаются в том, что сексуальное домогательство было. Если все-таки мужчина приставал к ребенку, и это было, как говорят, в понедельник, то почему мальчик, как ни в чем не бывало, пришел в следующий день в сад и только в среду рассказал о случившемся. Некоторые из педагогов полагают, что на них просто наговаривают. Однако психологи ничего странного в этом не видят. Они отмечают, что в таком возрасте дети уже вполне отличают домогательство интимного характера от обыкновенной ласки. А потому ребенок мог испугаться, или, возможно, ему было стыдно признаться и рассказать о действиях совершенных в его отношении. Чтобы не допустить подобного в будущем, гражданские активисты говорят, что нужно усилить меры безопасности в объектах такого типа. Я предлагаю совместно с мэрией, гражданскими активистами и родителями, будь то у них дети из школы или входят в садик, надо самоорганизоваться и усилить меры контроля, усилить меры безопасности в каждой школе и в каждом садике города ОШ. Нужно еще самих детей обучать тому, чтобы, если в случае чужой человек касается его тела, предпринимает попытки какие-либо, снять одежду, либо какие-либо неприятные действия, ребенок незамедлительно должен сообщать об этом родителю. Представитель института омбудсмена ВАШ Шамбет Касымов считает, что причина роста педофилии в Кыргызстане – это слишком мягкое меронаказание. Общественность давно требует ее ужесточения. Уже не раз поднималась инициатива ввести в отношение таких людей и химическую кастрацию, и даже смертную казнь. Однако вопрос этот слишком неоднозначный и вызывает много споров. По данным организации, в последние три года выросло число фактов сексуального насилия над несовершеннолетними. И самое печальное, отмечают правозащитники, что большинство уголовных дел по факту надругательства над детьми по разным причинам – были прекращены или закрыты, так и не дойдя до суда. Мы направили в парламент спецдоклад об ужесточении наказания в отношении преступников, совершивших сексуальное насилие над детьми и малолетними. Мы направили доклад во втором полугодии, поэтому в Джигурку-Кенеши еще не рассматривали этот вопрос. Думаем, в скором времени наш доклад будет рассмотрен, и депутаты примут необходимое решение. Кроме того, мы настаиваем, чтобы такие осужденные не подлежали амнистии. В противном случае ситуация не изменится. Как отметил руководитель городского отдела образования, в случае, если в суде будет доказана вина подозреваемого, то вместе с ним к уголовной ответственности привлекут и заведующую садика Балапан. А само учреждение будет лишено лицензии. Согласно Уголовному кодексу, за изнасилование несовершеннолетних или даже попытку его совершить, преступнику грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Если подобным действиям подверглись малолетние, может быть назначен срок вплоть до пожизненного лишения свободы.